Якорное меню в DV Page Builder. В прошлых видео мы с вами рассмотрели многостраничный сайт, то есть это меню и переход на внутренние страницы и также отображение блога под пунктов меню. Но я не показал вам, как сделать так, чтобы пункты меню прокручивали до нужных блоков сайта, если мы делаем лейдинг-пэйдж. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Итак, на примере этого сайта, который мы с вами делали, очень несложно, незамысловато сделать якорное меню. Новички могут не знать, как это сделать. Я этой информации не дал, поэтому я записываю данный урок. И прежде чем я покажу, как сделать ваше меню с прокруткой по блокам, по странице, перейдем с вами в админку нашего сайта. Дальше мы с вами перейдем в страницы. Я хочу показать интересную опцию, которая есть в DV. Переходим, например, в главную страницу в настройке. И прямо здесь, вот здесь у нас есть такой блок, точка навигации. Здесь у вас выключено. Вы выбираете в VQL, то есть включено и обновить. И что это дает? После сохранения страницы вы возвращаетесь на главную страницу, обновляете ее. У вас вот здесь вылазит такая плашечка, вот такие точки справа. Если мы кликаем по точкам, у вас уже есть поблочная прокрутка. То есть, если хотите, можно и так оставить. То есть, вот оно уже автоматически будет прокручивать по блокам. Такой момент. Я его пока отключу. На этой странице в главной кликайте по кнопке «Перейти в редактор». Ну или можно здесь посмотреть. Я вот здесь вот перешел в режим редактирования. И, например, мне надо прокручивать, скажем, до второго, до третьего блока. Сначала нам нужно в каждую секцию, вот в эту синюю, в общую секцию прописать CSS-класс. Мы заходим в настройки, например, второго блока по шестереночке в синюю секцию. Переходим в расширенный. И ID-класс. Не CSS, а ID-класс. Раскрываем вот здесь вот. И вот здесь нам нужно любое переменное название вашей секции, но только английскими буквами. Например, вот так вот. Блок 1. Далее нажимаем здесь «Птичку». Например, хочу прокручивать до последнего блока. Вы можете к каждому блоку прописать. Я покажу на примере двух блоков. То есть я перехожу в последнюю секцию, в шестеренку, расширенный. И также здесь проставляю только уже у меня это будет блок 2. Галочку. Это подготовительная работа. Нажать вот здесь «Сохранить». Не забудьте. После этого вы переходите в консоль WordPress и переходим с вами в меню. Либо вы переименовываете существующее меню. Ну, у меня вот меню уже есть. Или если вы сайт с нуля делаете, значит вы создаете меню с нуля. Здесь «Птичка» — основное меню. Здесь вы переходите в произвольная ссылка. И к каждому блоку создаете меню. В поле URL сначала я делаю прокрутку до первого блока. Абсолютно я проставляю тот же, по сути, ID, блок первый. Но только в начале обязательно ставим решетку вот такого вида. А здесь мы пишем название пункта меню на русском языке. Например, «Тест». Нажимаю «Добавить в меню». Вот у меня меню здесь показалось. И второй у меня будет — это блок 2. Не забываем ставить решетку. Название меню «Тест 2». «Добавить в меню». И не забываем нажать «Сохранить меню». Пункты мы добавили в меню. Идем на фронтальную часть сайта, на главную страницу, обновляемся. Видим вот «Тест» и «Тест 2». Кликаю по «Тест». Прокручивает до второго блока ровно так, как я это сделал. «Тест 2» до последнего. Ну, в принципе, я думаю, понятно, как это реализовать. Можете сделать прокрутку до абсолютно каждого вашего блока. Это если делаете вы лендинг. Если вас DV Patch Builder заинтересовал, приобрести вы его можете по ссылке в описании к этому видео. Покупая DV, таким образом вы поддерживаете меня. На этом видео я заканчиваю. И увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok